Приветствую вас, Александр. Давайте разберём ваш вопрос. Ну, собственно, мой коллега Кудрышов Игорь Леонидович, в принципе, всё достаточно подробно вам объяснял. На мой взгляд, проблема, она делится на несколько частей. Первая проблема – это моральная сторона. Да, то есть, моральная сторона – это, собственно, всё допустимо или недопустимо для вас в интимной сфере. Вполне вероятно, что за все 9 лет, что вы женаты и, может быть, даже ещё были, прямо если вы говорите, что вашему сыну 11 лет. То есть, вы, наверное, знаете, друг друга давно, достаточно давно. Вот. В это время какие-то моральные вещи, моральные ценности у людей меняются. Вот. Так вполне могло случиться и с вашей женой. То есть, с вашей женой могли измениться ценности. Могло поменяться, да, то, чего она хочет. В принципе. Вот. И с её моральной точки зрения, с её моральным позициям, есть, для неё может быть вполне нормально, значит, ну вот, действовать. Так, вот как она действует. Вот. Ну, да, для вас может быть нет. Да, то есть, как бы, ну, для вас ситуация может быть немножко другой, для вас это может быть, ну, достаточно неприятно. Да, это правда. Да, это правда. Вот. Ну, для неё это, в принципе, нормально. Вот. То есть, вот, наверное, нужно как-то вот этот момент участвовать. Да? Наверное. Наверное, нужно как-то вот в этом моменте отдавать себе отсчёт, что вот у сны могло, ну, что-то поменять. Да? Ну, соответственно, вам, как у, ну, как у её, как у достаточно близкого человека, ну, в принципе, можно было бы выяснить, то, значит, что вот, что её привело к этому выводу, с чем связано её желание, от такого, да, то есть, ну, то есть, вот, просто так, просто поговорить об этом. Вот. И, соответственно, ну, донести до неё вашу позицию, что для вас это, ну, как бы, не совсем приемлемо, и что вам, мягко говоря, не по себе, от того, что она, ну, предлагает, да, вам, мягко говоря, не по себе, не по себе, от того, что она хочет. Вот, что вам неприятно это слышать, потому что ваша жена может быть, допустим, уверена в том, что вас всё устраивает, и ваша жена может быть даже не подозревает в том, что у вас есть вот такие, ну, такие переживания, такие эмоции, такие чувства. Ну, это, кстати, довольно частое явление, опять же, то есть, когда человек просто, вот, ну, в какой-то степени из-за того, что люди живут, вместе, 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 достаточно долгое время, вот, люди просто начинают какие-то вещи додумывать, сами, просто-напросто. То есть, люди, ну, просто, вот, ну, начинают думать, что они знают человека, да, люди, ну, люди просто начинают думать, что они знают своего партнера, а, там, допустим, ну, на самом деле, на самом деле, да, там они его, грубо говоря, ну, грубо говоря, ну, грубо говоря, они знают совсем или знают, ну, хоть так вот, не сказать, что это очень сильно, вот, поэтому моральные ценности, в данном случае, это то, на что нужно обратить в первую очередь внимание ваше. Второй аспект, это ваше тревожность, что вам могут изменить, ну, собственно, то, что мой коллега Кутрущев Игорь Олега Леонидович обозначил. Это очень важный момент. А, значит, вы боитесь измены. А, измены для вас, ну, видимо, ну, чересчур в нашем. То есть, вы сексу, грубо говоря, секс, ну, в общем-то, придаете достаточно большое, вероятно, значение. То есть, ну, вот так, наверное, это работает у вас. Хотя, хотя, я не знаю, хотя, я не знаю, как это у вас работает, может быть, это немножко по-другому, может быть, это немножко иначе, но вот, по крайней мере, выглядит, выглядит ваше. Я думаю, что это пока именно так. Значит, что вы боитесь, ну, что для вас означает измены? Ваше жене, вот вы говорите, что я не могу ей доверять. Ну, то есть, для меня это звучит как то, что доверие стоит исключительно на, вот, ну, верность вашей жене. Честно говоря, честно говоря, честно говоря, ну, не думаю, что это такой вот беспрогричный для вас вариант, я не думаю, что это хороший для вас вариант. Потому что, на мой взгляд, это, вот, такое доверие, это доверие постоянно условно, да. И самое главное, что у вас уже вот именно свои собственные переживания по этому поводу, то есть, ну, именно вот какой-то страх есть. Ага, при том, что причины этого страха, основание этого страха, вообще-то говоря, ну, не очень понятно. Ну, значит, они, они не очень личные, как бы, эти причины для страха. Вы, вот эти вот, причины для страха, вы их не раскрываете постоянно никак. То есть, вы просто говорите, что она может это сделать без меня, там, и так далее. Вот. То есть, это, вот, такой, достаточно важный момент, ну, важный момент неуверенности вашей, на мой взгляд, как мне кажется. Такое ощущение, что вы боитесь их встрять, ну, или что-то такое. Дальше. Как быть, ну, как быть, чтобы что? Я не хочу другую, так в моей жизни это не было очень много девушек, поэтому я однако не постели. Ага, получается, что вы не хотите другую только потому, что считаете, что, ну, вы знаете. А вы считаете, что вы знаете, какие девушки вы ставили, другие. И, и... 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 Поэтому вы... Не хотите... А... Другую. Ну, это... Звучит... Звучит так, что если бы вы... А... Что если бы вы... А... А... Не знали... Какие... Какие девушки... А... Другие... В... Постил. То вы бы, в принципе, ну, вполне могли бы... Легко, там... Хотеть... А... Значит... А... Кого-то другого. Ну, я сейчас не обменю. ни в коем случае, я просто говорю то, что мне кажется. Вот, поэтому как бы, на этот момент тоже я бы, конечно, обратил бы существенное внимание, вот, там оставил. Тема-то достаточно важная, вот, и, собственно, здесь я бы сказал опять же, что вопрос поднимается, ну, можно поднять вопрос такого плана, что на каких основаниях у вас устраиваются отношения, в принципе, там, ну, что это за основания вообще, что из себя представляют основания для ваших отношений. Ну, вот, вот, примерно, такой момент, я бы сказал, примерно, я бы сказал, такой ответ я могу вам дать в принципе. Так, значит, попробуйте, я уверен, все 9 лет я так люблю, я на меня. Ну, вы можете говорить только за свою любовь и то, что вы здесь подразумеваете по любовью, ну, немножко вызывает вопрос-вопрос. Вот. Значит, вы пишите во всем поддерживаем друг друга, во всем, во всем поддерживает. Значит, обратить доверие нельзя обязательно обратить, потому что все доверие, вот, ну, ваше доверие для меня выглядит следующим образом. Да. Значит, ты делай то, что я тебе скажу, делай, как я хочу, и я буду тебе доверять. То есть, пока ты делаешь то, что я хочу, я тебе доверяю. Пока. Пока. Вот. Ну, как бы, если, если ты предоставишь делать, если ты предоставишь делать то, что я хочу, вот, ну, соответственно, я предоставлю тебя доверять. Вот так, вот так, вот так, вот так для меня выглядит. Вот. Ну, мне, мне кажется, что данная позиция не есть качественная, не есть хорошая, вот, не есть позитивная для нас. Вот. Поэтому, мне кажется, что с этим тоже нужно разбираться. вот я не буду наверняка, да, говорить, в смысле, утверждать не буду наверняка, наверняка. Но мне показалось из вашего текста, что он вот такое ощущение, что жена перестала чувствовать вас как мужчин. То есть, каждая женщина, она видит что-то свое в мужчине, в мужчине. И мне кажется, что вот ваша жена, она перестала видеть вас что-то в мужчине, перестала чувствовать, 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 чувствовать в вас что-то в мужчине. это не обязательно секс, это не обязательно какие-то такие проявления. Вот. Что-то вот такое. И, соответственно, это мотивирует ее на то, чтобы пробовать с другим мужчиной отношения. Вот. Сексуальное отношение. Таким образом, она надеется в другом мужчине почувствовать себя женщиной. Вот. Ну, такой момент. Я понимаю, что более такой подробный чертеж, более подробный описание можно получить после беседы с вами, а лучше с вами обоими. После того, как ваша супруга признает проблемой то, о чем вы говорите. Если для нее это не проблема, то, увы, вам остается только принять ее противопозицию. И да, наверное, если бы она это сделала с вами, если бы она поставила бы вас в известность, то это было бы лучше, чем если бы это не сделала с другой стороны. С другой стороны. Если вы об этом не узнаете, то, соответственно, не будет какого-то негативного опыта. Но, повторюсь, здесь важную роль играет именно отношение к сексу. То есть оно, на мой взгляд, предвзятое. То есть вы преувеличиваете его отношение. Не секс, безусловно. Безусловно, важен. Но, вопрос в том, насколько эта важность сильно влияет на ваше восприятие себя и других людей. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация расширится. Wonderслť. Думаю, сегодня. Мы сodge pieстреляем. Из это пов Bro's картина. Е hey30. Глобци-надули.